Это очень важная тема, особенно в нашей стране, с ее непонятной пока что еще религиозной ориентацией. У нас есть очень большая прослока людей православного, вероисповедания, очень много атеистов, и поднимается очень большая волна языческого движения. Оно еще неоднородно, оно еще очень непрофессионально, но оно есть. И огромное количество людей в нашей стране, оно ищет веру, оно ищет религию по себе. Но то предложение, которое сейчас есть в нашей стране, оно их отталкивает. А кого-то уже навязавший в зубах христианскими всеми ценностями, которые уже многие не разделяют. Атеизм, он уже действительно многим не по душе, потому что люди понимают в массе своей, что что-то есть, что есть некая сила, творящая этот мир. Языческое движение тоже оставляет желать лучшего, потому как нет ни единой космогонии, ни единой системы ритуалов. В общем, много любителей, много людей, ищущих в этой теме, старающихся на свойствах и рисках что-то понять о нашей прошлой вере. Но всё это пока что пена, всё это пока что поиск, ничего действительно такого, чтобы было привлечь людей образованных, людей думающих. В этой среду пока мало что для этого сделано. Так получается, что огромное часть населения, она религиозно-дезориентирована вообще, и она не понимает, что ей делать, чем заниматься, и поэтому кто-то бросается уже в ислам, потому что там всё выставлено, там всё понятно, кто-то бросается во всевозможные кришнаизмы, индуизмы. Такая сложная тема, вернее, сложной ситуации в нашем обществе с религией. А тема-то очень важна, и всё время Натон сказал, выбирая Богом, мы выбираем судьбу. Выбирая веру, мы выбираем судьбу. Каждая вера, она указывает человеку путь куда-то. Она предполагает некий результат его жизни, его деятельности. И в этом смысле очень важно разобраться перед тем, как выбрать себе веру. Да зачем она вообще нужна? В чём её феномен? В чём смысл и значение религии? Шестовое человечество никогда не было времени, и не было ни одного народа без религии, без веры. Любое самое захудалое племя имеет свою космогонию, своё представление о духах, о богах. Не было никогда на земле чистого атеизма. Всегда была какая-то вера во что-то. И очень важно понять, на чём всё это строится, и чем продиктована такая настойчивая и устойчивая потребность человека, потребность в религии, потребность в вере. В этом смысле весьма важно и интересно процитировать фрагмент из книги Макса Мюллера «Видение в религиоведение». Собственно, он является основоположником этой науки, но так случилось, что основные положения, им разработанные, фундаментальные, в принципе, в современные религиоведения, в общем-то, и не вошли. В современной религии, наверное, больше запутывают человека, чем объясняют ему и феномен религии, и феномен бога, ну и так далее. И вот, собственно, цитата из Макса Мюллера. «Человек обладает способностью верить независимо от всех исторических религий». Это очень важный момент. «Человек обладает способностью верить независимо от всех исторических религий». «Плотебность веры – это потребность нашей сущности человеческой. В каждом человеке есть способность или предрасположенность ума, которая независимо от чувств и разума, а иногда даже вопреки им, дает возможность человеку постигать бесконечное под разными именами и в разнообразных формах. Без этой возможности была бы невозможна религия». Вот очень важный момент. «Дает возможность человеку постигать бесконечное под разными именами. Постигать бесконечное». «Мы живем в мире, где есть начало и где есть конец. Мы рождаемся и умираем, прожив недолгую жизнь в рамках этой вселенной. Но есть некие бесконечные явления этого мира, которые никогда не прекращаются и никогда не начинались. И вот в человеке есть эта потребность. Потребность постижения бесконечного. И далее Макс Мюрл пишет, что существует чувственное и рациональное опознание. Третья способность человека, согласованная с чувством и разумом, и тем не менее независимая от него, это способность постижения бесконечного, которая является корнем всех религий. То есть в человеке есть потребность постижения бесконечного. В нем же есть возможность постижения бесконечного. И в нем же есть способность постижения бесконечного. Вот на этой потребности, возможности и способности, собственно и строится религиозное самосознание человека. Это очень важный момент, который в дальнейшем не получил серьезного развития в науке о религии. И на то были, видимо, свои основания, потому что если в человеке есть способность постижения бесконечного, то нужно признать, что и в самом человеке есть нечто бесконечное. Ведь невозможно же конечным постичь бесконечное. Любая способность, она опирается на некую внутреннюю возможность человека, на его внутреннюю структуру. Эмоциональное познание, оно опирается на нашу психику. Рациональное познание на наш разум. На что опирается способность постижения вечного, способность постижения бесконечного? Откуда возникает в человеке потребность постижения бесконечного? И откуда возникает сама эта возможность? И в этом плане очень любопытно, интересно и важно процитировать Карла Густава Юнга. В его книге «Психология и алхимия» есть очень интересное размышление о душе. Психолог, великий ученый, который в принципе не являлся эзотериком, не являлся оккультистом, не являлся религиозным деятелем. Он пишет о душе. О душе как о неком реальном психологическом феномене. И он пишет «Душа имеет достоинство сущности, одаренной сознательным отношением к Божественному». И вот мы имеем в этой фразе уже два фундаментальных момента «Душу» и «Божественное», «Душу» и «Бога». Душа имеет достоинство сущности, одаренной сознательным отношением к Божественному. И на сознательном отношении. Далее «Душа соответствует Богу». Что значит «соответствует»? В какой-то степени она ему уравна, получается? Если она соответствует Богу. Далее «Природа снабдила душу религиозной функцией». Вдумайтесь в слова. «Природа снабдила душу религиозной функцией». Значит, религиозное сознание человека, потребность религии – это не нечто осознанное искусственное из головы человека, это природное нечто. Естественное нечто. Есть естественные потребности в пище, есть естественные потребности в тепле и так далее. Ее природа снабдила душу религиозной функцией. И далее он говорит, что душа естественная, религиозная. И далее он пишет, «Меня обвиняют в обожествлении души. Не я, но сам Бог обожествил ее». Для великого ученого, великого психолога, душа является абсолютной реальностью. И эта душа, душа человеческая, наделена сознательным отношением к божественной, религиозной функцией. Высшим мы задались вопросом, откуда возникает вот эта потребность, возможность и способность постижения бесконечного, постижения вечного под разными именами. О которой говорит Макс Мюллер. И мы получим ответ, что способность постижения бесконечного – это способность нашей души. Мы состоим из конечного тела и бесконечно бессмертной души. Способность нашего тела – это рациональное и эмоциональное познание. А способность постижения бесконечного – это способность нашей души. И далее, естественно, возникает вопрос. Зачем нам нужна эта способность? Почему душа, естественно, религиозна? Зачем ей это нужно? Зачем нам нужна вот эта третья способность человека – способность постижения бесконечного, способность постижения вечного? Какая потребность в религии для человека и для человечества? Бог не творит ненужного. Все, что в нас есть, нам необходимо для жизни. Мы можем объяснить, зачем нужна такая способность, как способность эмоционального познания этого мира. очень многое мы познаем именно через эмоции, через чувства. Нам понятно, зачем нам нужна способность рационального познания этого мира. Этой способность мы просто бы не стали людьми. «Зачем нам в конечном мире, в нашей конечной жизни, в жизни, которая постоянно заполнена заботами о детях, о каком-то финансовом, социальном преуспевании, зачем нам нужна еще эта способность? Зачем нам дана такая возможность? И почему у нас возникает такая потребность? Причем атеизм был, есть, видимо, будет на земле, но он занимает очень мало места в нашей жизни. И подавляющее большинство атеистов рано или поздно приходит к осознанию того, что что-то есть. И особенно, когда наступает время смерти, человек задумывается о том, что же там за этой гранью, за этой чертой. Есть ли там вообще хоть что-то? Так вот, ответить на вопрос, зачем нам нужна вообще религия, что она дает человеку, нам поможет роман Булгакова «Мастер и Маргарита». Давайте вспомним немножко эту книгу великую. Вспомним, как по Патриаршим прудам идут Берлиоз и Бездомный. поэту Бездомному было поручено написать антирелигиозную поэму. И он написал эту поэму. И в ней получился Иисус Христос как тип, довольно-таки непривлекательный, но как живой. хотя весь смысл поэмы заключался в том, чтобы через поэтическое слово доказать, что его вообще не было, что все это сказки, домыслы, фантазии и иллюзии. И Берлиоз объясняет Бездомному, что он должен был написать о том, что Христа в Пинске не было. А по его поэме получается, что он был. Хоть и типом довольно-таки непривлекательным. И в момент этого разговора, разговора, у которого отрицается бытие вообще Бога, в этот момент появляется странный гражданин, который, когда появился на потеряющих прудах, явно сначала не понимал, как он там оказался и почему и зачем. Затем он прислушался к разговору бездомного Берлиоза и вступил с ними в диалог. И когда Берлиоз сказал ему, что в нашей стране все атеисты, он пожал ему руку и сказал спасибо за ценную информацию. В чем был смысл этой ценной информации? В том, что Воланд понял, почему он оказался в этой стране? Туда, откуда изгоняется Бог, приходит сатана. И задача сатаны в таких ситуациях, в таких странах вернуть людей к Богу, чем собственно Воланд занимается. После контактов с ним многие уверовали в бытие некой божественной силы. И здесь в диалоге с бездомным Берлиозом он пытается натолкнуть этих двух людей на мысль о том, что все-таки существует нечто превосходящее материалистическое представление о мире. что есть некая сила, невидимая сила, но которая столь же реальна, как и то, что мы ощущаем, видим, чувствуем в своей жизни. Некая божественная сила. Я начитал в этой сцене где-то 26 пунктов, после которых Берлиоз должен был задуматься о том, что все не так просто. что видимо есть что-то, чего он понять и объяснить своими очень образованными мозгами не может. Ситуация начинает его очень сильно напрягать, он не понимает, что происходит. И в силу того, что он не воспринял подсказки Воланда, он делает совершенно пагубное для себя, принимает в ней самое пагубное для себя решение. он решил, что Воланд шпион и что нужно обязательно доложить куда следует. Он срывается с места и бежит к телефону, чтобы позвонить соответствующим органам. и Волан кричит ему вслед. Напоследок поверьте хотя бы в сатану. И сейчас будет вам явлено самое верное тому доказательство. А тут совершается эта трагедия, когда подсказовавшись на постном масле, Берлёв падает под колеса трамвая, и ему отрижает голову. И запрыгал по асфальту темный круглый предмет. Темный круглый предмет. Как мячик запрыгал. Голова Берлёв так неразумно пользовался. Есть такой закон бьют по тому, чем не пользуешься. Он не пользовался в этой ситуации головой и он был ее лишен. И опять же у Благакова ничего случайно не бывает в его романах. Особенно Масси Магрити. То, что голову именно трамваем очень символично. В его голове тоже были рельсы. Он шел как по рельсам. Ни вправо, ни влево. Он не мог свернуть его своей зашоренности интеллектуальной. И два трамвая столкнулись. Один оказался крепче. И этот встреч был предрешен. Но Берлёс то, вернее, бездомный остался жив. Он все это увидел. В его голове очень быстро сложилось все то, о чем говорил Воланд. и он понял нечто очень важное для себя. еще не мог полностью это как-то осмыслить и выразить ясно и понятно для самого даже себя. Но что он понял в отличие от Берлёзы? Он понял да Волан шпион. Но шпион который несомненно знает с нечистой силой. Он уверовал в сатану и был спасен. Вот что поразительное. Сначала Воланд им покрутил эту картинку про распятие Христа. Про распятие Иешуа. Сначала он попытался их убедить в том что Бог все таки был. Христос был. Но они не воспринили этой информации и тогда он им доказал. И попытался доказать что если вы не верите в Бога если нет в Бога ну сатана вот он перед вами. И кто уверует в сатану тот будет спасен. Но не это даже самое главное в этом судьбе Берлиоза. Сам важным является момент когда на балу сатаны Воланду пеночит на блюде голову Берлиоза. Он открывает свои измученные глаза и смотрит на Воланда. И Волан ему говорит очень важные слова. Каждому воздается поверье его. Ты верил небытие и ты уходишь небытие. Вот ключ к ответу на вопрос зачем нужна религия человеку. если человек не задействует своей жизни эмоциональное познание мира его эмоциональная составляющая трофируется и она умрет. Как это показали одного индийского мудреца который все время поднял правую руку и больше никогда не пускал она она у него отсохла и перестала двигаться вообще у него над головой торчит обрубок непонятный вот был духовный подвиг рука полностью атрофировалась она перестала как либо двигаться вообще если если человек не задействует рациональные свои способности они тоже трофируются мозг умрет если человек не будет задействовать способность постижения вечного которая является способностью его души его душа тоже умрет и в этом смысле душа она потенциально смертная по тотальным бессмертным в египетской мифологии есть такой момент когда после смерти взвешивают сердце усопшего на одну чашу весов кладут перо маат который все заключает истину а на другую чашу весов кладут сердце человека если они уравновешиваются значит этот человек достоин елисейских полей то бишь египетского рая он туда уходит и живет там вечно он достоин вечность если он постиг истину а если перо маат перевешивает сердце то тогда сердце поглощается таким зверьком который называется ам-ам похож на крокодила и душа навсегда исчезает из этого мира душа этого человека усопшего то есть мы много говорили о том что говорим и многие религиозные деятели говорят что душа бессмертна да она бессмертна потенциально но в разных мифологиях к этому моменту относятся по-разному то есть где-то это потенциальное бессмертие есть где-то есть и потенциальная смерть души вот с Воландом пообщавшись товарищ берлиоз не смог сделать правильные выводы и обрек свою душу на смерть в Индии Брамин он называет дважды рожденными то сначала человек рождается как человек потом когда он достигает духовного просветления он рождается уже как бы духовно Ибрамин это дважды рожденный человек постигший истину а берлиоз это дважды умерший человек он сначала умер физически а потом он умер еще и духовно ежели человек не задействует главную потребность и главную способность своей души способность постижения бесконечного способного на постижение вечного душа умирает и именно через религию человек может осуществить осуществить эту потребность любая вера лучше ее полного отсутствия истинно верующий атеист обрекает и свою душу и свое тело на смерть потому что атеизм это тоже вера ни один атеист не может доказать отсутствие Бога ни один верующий не может доказать присутствие Бога и там и там вера один верит в то что его нет другой в то что он есть вот несокрушимая вера в то что Бога нет и что нет души пьют тому что все это исчезает бьют потому чем не пользуюсь Воланд попытался помочь берлиозу чтобы тот научился пользоваться головой но у него не получилось и берлиоз потеял голову далее он пытался включить где-то в глубин его сознание хоть какое-нибудь маленькое сомнение в том что Бога нет и это тоже не получилось и он получил удар потому чем не пользовался он не пользовался ни головой своей ни душой и то и другое он потерял и голову и душу то есть если не развивать главную способность души способность постижения бесконечного душа умрет любопытно что очень многие люди за годами начинает остро очень чувствовать потребность в постижении того что никогда не заканчивается они понимают что жизнь прошла считаю уже остается жить недолго они понимают конечно свое существование и возникает острая потребность постичь что же за гранью конечного многие коммунистические лидеры в старости ходили в храм хотя всю жизнь проповедовали атеизм в этом смысле очень любопытная история Льва Толстого Льва Толстого долго времени очень задумывался о Боге он писал свои книги великие а потом когда он всего достиг он понял что он не достиг ничего потому что все что он имел тогда в жизни он не мог забрать с собой после смерти Толстой мучительный ищет смысл жизни не уничтожаем и смерти он был абсолютно здоров он в 60 лет мог взять за грудки человека и поднять его на вытянутой руке это был очень сильный физический человек у него была прекрасная семья шестеро любимых любящих детей он был граф и был принят в высшем свете он был знаменит на весь мир его книга война и мир уже издавалась во всей Европе и в России он стал иконой русской интеллигенции у него был миллион в банке но он понял что все то на что он потратил всю свою жизнь с собой посмертил не заберет и когда он по человеческим меркам был абсолютно счастлив и достиг всего вот тогда он пишет свои исповеди я перестал ходить на охоту чтобы не застрелиться и вынес из комнаты шнур чтобы не повеситься толстой мучительно ищет смысл жизни не уничтожаем смертью и так он постепенно приводит приходит к вере и естественно куда было идти он пошел православный храм поначалу нарьяно молился и почувствовал себя более спокойно но первое что его оттолкнуло от христианской церкви это обряд причастия когда он увидел это питье крови христовое в виде когора и поедание его плоти в виде хлеба сначала это больно резонуло его по сердцу как и так можно есть плоть бога и пить его кровь сначала он не передал этому значения но потом постепенно в нем возникло другое христианство не то которое было официальным тогда не то которое является официальным сейчас возникла его вера что называется духовоборством он был проклят церковью он был предан анафеме он был отлучен от церкви была такая карикатура в 19 веке стоит Христос то бишь стоит толстой как святой с ним бом над головой а перед ним стоит свинья в рясе и осел в полицейской форме и они ему святому говорят мы тебя отлучаем вот такая была карикатура в 19 веке святого отлучали от церкви свинья и осел у него возникли проблемы с миром официальным того времени но он обрел веру он обрел путь после смерти он обрел смысл жизни неуничтожаем смертью и умер счастливым человек нам нужно понять одну очень простую очень важную вещь что наша физическая жизнь это маленький фрагмент великого пути нашей души и физическое тело может стать великим стимулом для развития нашей души или ее могилой душа войдя в наше тело она стимится к познанию она стимится через физическое существование познать бесконечное в конечном мире она в конце концов стимится познать саму себя но мир соблазнов в который мы попадаем уводит наше сознание от самых важных потребностей никто не отрицает необходимость эмоционального познания этого мира никто не отрицает необходимость рационального познания этого мира в настоящее время активно отрицается вот именно это третья способность способность постижения вечного отрицается необходимость познания вечного и отрицается возможность познания вечного То есть вся современная, так называемая, цивилизация, она методично убивает душу в человеке. Душа может умереть. Душа может раствориться в небытии. Если мы не будем стремиться познать Бога в себе и вовне. Если мы не будем стремиться раскрыть в себе Бога. И далее, в следующей своей лекции, я коснусь вопроса о выборе веры. То, что вера необходима человеку, надеюсь, понятно и все того, что я сказал. Берез умер дважды, потому что отрицал и Бога, и душу, и религию. И он был решен всего того, что он отрицал. Бездомный понял, что существует нечто. И прожил долгую и, в общем, счастливую жизнь. Толстой обрел путь к Богу. И больше его не мучили кошмары, которые поначалу терзали его душу. Кошмар непонимания. Зачем жизнь, нежели... Все, что я брел в этой жизни, собою после смерти не смогу забрать. Сейчас на земле огромное количество религий. И не все не ведут к Богу. Не все не искывают Бога в человеке. Но, как я уже говорил выше, лучше любая религия, чем полное ее отсутствие. Любая религия, даже религия какого-нибудь маленького лесного заходового племени, она сохраняет душу человека. Она открывает в душе путь после смерти. И обо всех этих путях, к чему они ведут и как ведут, обо всех тех великих религиях, которые сейчас наполняют нашу землю, мы поговорим с вами в следующей лекции. Продолжение следует...